В Самарской области проживает 157 национальностей. И у каждой из них свои традиционные культурные особенности. Сегодня в программе «Самара многонациональная» мы побываем на конкурсе «Суперневестка» и узнаем о семейных традициях разных народов и попробуем понять, насколько они могут быть интересны нашей молодежи, готовы ли современные юноши и девушки передавать свою культуру своим детям. Женщина является хранительницей домашнего очага. Она и жена, и мама, и невестка. Для того, чтобы национальные знания передавались из поколения в поколение, чтобы отношения в семье были гармоничными, чтобы меньше стало разводов, проводится такой конкурс «Суперневестка». Идею этого проекта мы взяли у наших коллег, это представители казахов Омска. Собственно говоря, поэтому это мероприятие перешло к нам. И поэтому мы решили провести его в Самаре. У нас в участие принимают представители еврейской культуры, представители казахской, татарской, башкирской, немецкой, русской, куда же мы без русской культуры, но и другие представительницы. Что объединяет все народы нашей области? Так это стремление создать семью и продолжить свой род. Известно, что у представителей разных народов свои обряды, обычаи. Традиции сплачивают не только семьи, но и целые народы. Они дарят хорошее настроение, укрепляют патриотические чувства, помогают лучше узнать культуру и традиционные особенности. Основной задачей администрации городского округа Самары является сохранение языка, традиций, культуры народов, проживающих в нашем городе. И для того, чтобы эта деятельность была не только скрупулезной, глубокой, но и интересной, зрелищной, яркой, мы пытаемся развивать различные формы и методы. Это и традиционные праздники, это и многонациональные фестивали, это и такие конкурсы, как сегодня. На данном проекте девушки делились с другими представительницами конкурса секретами, присущими ее национальности. Семейных отношений с мужем, детьми и родственниками конкурс проходил в несколько этапов. За звание суперневестки могли побороться замужние девушки в возрасте от 21 до 35 лет, с супружеским стажем не менее трех лет, имеющие хотя бы одного ребенка. Домашним заданием для каждой конкурсантки была подготовка видео-визитки о себе и о Самарской губернии. Регион проживания был выбран не случайно. В 2021 году наша область отмечает 170-летнюю годовщину со дня образования. На первом областном конкурсе красоты и таланта невестки должны были продемонстрировать не только ум, талант, хорошие манеры и красоту, но и знание, почитание своих национальных традиций и обычаев. Цель этого конкурса – популяризация традиционных семейных ценностей среди представителей различных национальностей Самарской области. Приглашение на конкурс было неожиданным, признаются девушки, но очень приятным. По итогам жюри определила победительниц в различных номинациях. Мы надеемся, что это мероприятие станет традиционным, и каждый следующий год мы хотели бы видеть на сцене представителей разных народов. И, возможно, через этот праздник пройдут все представители наших народов, проживающих на территории городского округа, представители всех этносов, всех национальностей. Конкурс завершился. Проигравших нет. Ведь, как известно, все женщины прекрасны, и сегодня они рассказали о традициях своего народа, раскрыли свои таланты и показали, насколько они красивы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова